Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Сегодня мы расскажем о предприимчивых ульяновцев, которые выращивали конопляные поля. О судьбе куря садоводов вы узнаете в этом выпуске. По данным МВД Российской Федерации, за январь-июль 2023 года по расследованным уголовным делам из незаконного оборота изъято 13,8 тонны наркотиков. В январе-июле 2023 года полицейскими выявлено и пресечено на 10,3% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и на 10,7% больше, связанных с их производством по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть интересные случаи и в Ульяновской области. Так, в 2019 году в микрорайоне мостовая сотрудники полиции совместно с отрядом особого назначения «Гром» задержали четырех местных жителей. На территории садоводческого товарищества они организовали целую лабораторию по производству конопли. В ходе осмотра нежилого помещения на территории садоводческого общества установлено, что на первом этаже оборудована теплица, в которой в промышленных масштабах выращивалась конопля, на втором осуществлялась ее переработка. Хозяева лаборатории оказывали активное сопротивление и открыли стрельбу из пневматического оружия. Но благодаря грамотным действиям сотрудникам правоохранительных органов преступную группу все же удалось задержать. У них изъяли травматическое оружие, охотничье ружье и боеприпасы к ним, а также четыре пакета с темно-зеленым веществом, которое по результатам экспертизы оказалось марихуанной. Сами задержанные утверждали, что выращивали коноплю исключительно в личных целях. Когда меня задержали, я для себя в своих целях дом выращивал для себя. Ну, что конкретно? Марихуану. Как в каких объемах? Ну, кустов, наверное, 10-15. Однако производство оказалось более масштабным. Помимо нелегального хозяйства в областном центре полицейские нашли еще одну нарколабораторию в поселке Мокрый куст Ульяновского района. Всего из двух точек изъяли 50 кустов специальных сортов конопли. Семена для выращивания задержанные приобрели за пределами страны. По данному факту, следственной частью Следственного управления ОМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в дальнейшем передано в региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. По результатам расследования и рассмотрения дела все участники нелегального производства получили обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. Сроки наказания для каждого определены индивидуально в зависимости от роли в преступной группе. Организатор нелегального производства Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Производить нелегальное вещество не только в теплицах, но и прямо в квартирах. Так в 2021 году задержали жители Димитровграда. Полицейские изъяли 45 кустов конопли, а также более 4 килограммов наркотического вещества, из которого можно приготовить около 4000 доз. Установлено, что 43-летний житель Ульяновской области в своей квартире по улице Братской наладил полный цикл производства наркотического средства марихуана. Задержанный приобрел семена селекционных сортов конопли, а также необходимое профессиональное оборудование для выращивания растений. После чего осуществлял переработку сырья для изготовления запрещенного вещества и последующего сбыта конечным потребителям. Следственным отделом МО МВД России Димитровградский было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», которое впоследствии передано в суд. Преступника осудили на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Несмотря на то, что незаконное производство предусматривает уголовную ответственность, некоторые ульяновцы продолжают попытки вести нелегальный бизнес. В этом году двоих ульяновцев осудили за выращивание кустов конопли на берегу реки Свияга. Создавая условия для их выращивания, осуществляя уход за посевами и восходами путем совместного еженедельного полива, рахления почвы, преступниками было выручено 87 растений, содержащих наркотическое средство тетерогидроканабинол. Однако, несмотря на все предпринятые средства конспирации, 5 августа 2021 года при проведении проверочных мероприятий данная противоправная деятельность была пресечена. Горе-садоводы были пойманы с поличным, когда они уезжали с собранным урожаем. Правоохранители изъяли у них полтора килограмма наркотиков. На основании предоставленных прокуратурой Теренгульского района доказательств ульяновцев признали виновными в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Суд приговорил мужчин к 4 годам и к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Производство, сбыт и другие действия, связанные с наркотиками, строго наказываются. Каким образом, нам рассказала Наталья Курапова, начальник правового отдела УМВД России по Ульяновской области. За нарушение закона предусмотрены серьезные наказания вплоть до уголовной ответственности по статьям с 228 по 234.1 УК РФ. Например, за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, статьей 228 УК РФ в зависимости от объема находящегося в незаконном обороте наркотика предусмотрено наказание от наложения штрафа в размере от 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, преследуются в соответствии со статьей 228.1 УК РФ. Максимальное наказание предусмотрено данной статьей – пожизненное лишение свободы. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их прекурсоры, наказывается по статье 231 УК РФ. В зависимости от тяжести за такое преступление грозит наказание от штрафа до 300 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 8 лет. Полного запрета на производство наркотических средств, в том числе и конопли, в России нет. Ведь такие вещества широко используются в медицине и промышленности. Растение конопля включено в перечень растений, содержащих наркотические средства, утвержденный постановлением правительства РФ 27 ноября 2010 года номер 934. В России запрещено культивирование конопли. Исключением является только выращивание этого растения для использования в научных учебных целях, в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ. Такое выращивание может осуществляться только государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями при наличии специальной лицензии. Культивирование конопли в промышленных целях осуществляется юридическими лицами, в том числе государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, а также индивидуальными предпринимателями. При этом сорта и условия производства этого растения в промышленных масштабах определены постановлением правительства от 6 февраля 2020 года номер 101. А вообще с какими семенами в России запрещена работа для физических лиц? Перечень таких растений установлен постановлением правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года номер 934. Он насчитывает 16 видов наркотикосодержащих растений. К ним, как я уже сказала, относятся конопля, а также, например, маг снотворный, голубой лотос, шалфей предсказателей, роза гавайская и другие. Вредят производители конопли не только себе, но и своим покупателям. Ведь растительные наркотики не менее опасны, чем синтетические, вопреки стереотипам. Как они разрушают личность, нам рассказала врач-нарколог Ольга Ведянова. Марихуана или каннабис – это психоактивное вещество растительного происхождения. При регулярном систематическом употреблении развивается химическая зависимость. Развитие химической зависимости от этого наркотика происходит по-разному. Всё зависит от генетической предрасположенности, от особенностей личности. Ну, где-то в среднем от нескольких употреблений до практически месяца, двух и трёх происходит формирование развития психической зависимости. А каннабиодная наркомания включает в себя три стадии. Ну, это как все химические зависимости. Первая стадия – это как бы лёгкая стадия, это она происходит очень медленно, незаметно. Человек даже сам не понимает, что у него уже формируется или сформирована наркотическая привязанность. И здесь происходит как? Человек курит марихуану от случая к случаю, эпизодически, как правильно, в компании, с друзьями, для того, чтобы поднять настроение, снять напряжение, избавиться от каких-то проблем, чтобы немножко забыться, но уйти от реальности окружающего мира. И это происходит как бы уже не в системе, а эпизодически. Но здесь вот уже постепенно-постепенно формируется психологическая привязанность. Вторая стадия – здесь уже происходит, изменяется личность пациента. Человек как бы становится замкнутым, не особо общительным. Здесь такой всё время присутствует пониженный фон настроения. Переходит курение даже в более систематическое такое употребление. Там уже как-то бывает один-два раза в неделю, там один-три раза в неделю. Вот. И третья стадия – это заключительная, финальная стадия. Здесь уже личность пациента совсем меняется, человек деградирует. И, конечно, он вообще становится замкнутым, угрюмым. Цель его – только где достать, употребить. И к каким последствиям для здоровья приводит употребление конопли? Психоактивное вещество воздействует на все органы и системы организма. Это воздействует, как я уже говорила, на дыхательную систему. Потому что, во-первых, вот даже говорят, аммиака в марихуане содержится в 30 раз выше, чем в обычных сигаретах. И, естественно, других канцерогенных веществ тоже. Поэтому возникает вообще постоянное хроническое воспаление лёгких. Ну, естественно, это хронические бронхиты, это инфизема, обструктивная болезнь лёгких, даже рак лёгких. Естественно, сосудистая система тоже страдает. Это происходит сужение сосудов, образование различных тромбов, повышение, понижение давления, нервная система страдает. Развивается такое состояние, как энцефалопатия. Это когда страдают клетки головного мозга, они погибают, если по-простому так сказать. И у человека снижаются когнитивные функции, память, внимание, мышление. Насколько тяжело вылечить такую зависимость? Лечение зависимости – это что? Это длительная работа над собой. Человек, во-первых, там из нескольких этапов состоит. Первый этап – это человек медикаментозное лечение получает, снятие тревоги, снятие депрессии, нормализация сна, выравнивание настроения, коллекторы поведения, а потом длительная психотерапевтическая работа. Она заключается в несколько этапов. Первый – человек, во-первых, должен обладать информацией о том, что с ним произошло, что это за болезнь, какие у него признаки, что с ним произошло. Должен принять это, что да, у меня есть проблемы, у меня есть болезнь. Когда он это принимает, он уже дальше решает, что с этим делать. И там уже длительная работа над собой, ведение трезвого образа жизни. Считается, что такие легкие наркотики меньше приносят вреда здоровью. Это действительно так? Тот же самый наркотик. Даже считается, что это трамплин к употреблению более сильных, тяжелых. Вот тяжелых в кавычках, потому что для меня наркотики все одинаковые. О том, как безобидная шалость разрушает жизнь человека, нам рассказала одна из пациенток наркологической больницы Ульяновска. Зависимость появилась у девушки быстрее, чем она предполагала. Курение травки в компании сверстников-подростков в 2006 году стало отправной точкой к предстоящим несчастьям. Я считала ее настолько безопасной и неинтересной, что хотелось, что потяжелее. Но вообще, действительно, началось все именно с каннабиноидов. Тогда еще были такие тяжелые наркотики, как героин. Я употребляла их по 2013 год. Потом они резко закончились. Стала употреблять Альфа-П1, ну это соля, по 2017 год. Я с 2013-го по 2018 год лежала в этой клинике, не была Азия. Раз в 7, наверное, лечилась. Ну, в общем, как бы все бесполезно. Я делала себе внутривенно даже не для того уже потом, чтобы получить кайп, а чтобы просто усилил, ну, расслабить боль вот эту вот, потому что ломки были ужасные. Потеряв последнюю надежду на то, чтобы снова вернуться к нормальной жизни, женщина снова упустилась во все тяжкие. В этот раз пострадало не только ее здоровье. На поисках очередной закладки Евгению задержали сотрудники правоохранительных органов. Меня просто приняли с большим весом, забрали и все. И посадили на 8 лет лишения свободы. Но я освободилась пораньше за хорошее поведение. Женщину осудили по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное приобретение наркотиков. Евгения вышла на свободу, но там ее ждало одиночество. Какие у вас проблемы из-за этого возникли? Все практически. Я потеряла детей, от меня практически отказалась мать. После этого с наркотиками Евгения решила завязать. Все начало налаживаться. Появилась работа, улучшились отношения с близкими. Но очередной срыв снова все разрушил. Я просто шла через Черное озеро, смотрю кусты хорошие, пошла домой, разгладила утюгом, пошла покурила и все. И просто сошла с ума. Я просто встала на колени, стала молить Господа. Там непонятно, у меня глюцегиноген самый настоящий. И просто люди вызвали санитарю. Сейчас Евгения снова проходит лечение в наркологической больнице. Будем надеяться, что в этот раз она окончательно преодолеет зависимость. Мне не хотелось лечиться. Я летела в пропасть. Сейчас я хочу от этого уйти, потому что я не хочу в болото, в котором я была. Производство и употребление наркотиков ломают судьбы всех участников нелегального бизнеса. Поэтому не употребляйте запрещенных веществ и реализуйте свои предпринимательские таланты в рамках закона. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok